Вместо длинных стеллажей с карточками во весь коридор небольшая информационная стойка. Так теперь в третьей поликлинике на Марата выглядит регистратура. Чтобы попасть на прием к врачу достаточно пары минут. Карточки заранее относят в кабинет медиков. В итоге привычных очередей здесь нет. Поток пациента в регистратуре сократился в два с половиной раза. Это результат внедрения бережливых технологий. В пилотный федеральный проект поликлиника вошла в прошлом году. Новый формат работы успели оценить и жители, и сами медики. Если сравнивать то, что было раньше, то, что есть сейчас, это, конечно, две большие разницы. Кабинеты стали намного просторнее, принимать достаточно удобнее. По системе бережливых поликлиники здесь все находится под рукой. Как изменилась поликлиника, показывает губернатору. Меньше чем за год здание полностью привели в порядок. Заменили окна, отремонтировали фасад, а главное создали условия для безбарьерной среды. Для вызова администратора на входе смонтировали отдельный звонок. Внутри разборный пандус. Моя фамилия Дюмин Алексей. Я хочу попасть к врачу. Вы можете обслуживаться в нашей поликлинике, но предварительно вам надо заполнить план прикрепления, образец и ручка. Если вам что-то будет непонятно, я вам все разъясню. Хорошо, я заполняю дальше. Вы можете сегодня с неотложным случаем попасть на прием в терапию. У меня случай отложный, мне просто к врачу попасть. В течение трех дней будет подписано заявление, можете прийти предварительно записаться. Заранее записаться к врачу можно здесь же в холле, через информаты. Статистика показала, еще год назад цифровыми технологиями пользовалось всего 3% тульских пациентов. Сейчас больше 60. В кабинет человека сопровождает администратор. Но добраться можно и самостоятельно с помощью удобной навигации. Таблички есть на каждом этаже. На первом открыли кабинет дежурного врача и выдачи справок. Сюда же перевели всех узких специалистов. Таким бережливым технологиям тульских медиков учатся студенческой скамье. Программу дистанционного обучения в институте запустили в прошлом году. В этом году 86 специалистов приходят в тульское здравоохранение после выпуска. Непосредственно только этого буса. Но к нам приходят и выпускники других. И с Рязани, и с Москвы, и с Маленска. То есть мы ждем большое пополнение кадров тульского здравоохранения. И для нас эти кадры, молодые кадры, они очень важны. Случами из них губернатор встретился, посещая поликлинику. Будущие медики засыпали главу региона вопросами. О поддержке молодых специалистов, о новом медицинском оборудовании и желании остаться в областной столице. Ведь именно тульские поликлиники стали первыми бережливыми в регионе. По стандартам бережливой поликлиники, конечно, вы увидите. Во-первых, первым мы решаем вопрос улучшения качества обслуживания населения. Это первичная медицинская помощь и так далее по всей вертикали. Ну и, конечно же, очень важно создавать условия труда для самого медперсонала. И мы эту задачу будем решать. До конца года мы во всех крупных наших учреждениях этот стандарт реализуем. В этом году в приоритетном проекте участвуют 34 поликлиники области. Уже сейчас, после бережливого ребрендинга, готовят к открытию больницы в Ясногорске и Узловой. Галина Гуркина, Роман Тюкин, Первый Тульский.